Алло, да, здравствуйте. А где вы находитесь? Хорошо, сейчас подъеду, через пять минут. Женщина за рулем ничуть не хуже, чем мужчина, а иногда даже ответственнее. Елена водит машины уже 11 лет. Восемь из них работает в такси. Эту профессию она выбрала не случайно. Ну, хотелось подработать. И как бы лучшая работа – это в такси. Свободный график работы и по деньгам соответствующие. Рабочий день Елены начинается, когда она приезжает на базу пополнить свой счет. Затем проводит фотоосмотр машины, устраняет мелкие недочеты, проверяет, на месте ли все необходимое для поездок и начинает принимать заказы. Маршруты всегда примерно одинаковые. Это, соответственно, дети, которые мы возим в школы, в кружки, бабушки с дедушками, которые ездят в поликлинику. Средний возраст на работу с работы и молодежь, которая отдыхает в пятницу, субботу по выходным. Как говорит Елена, стереотип о том, что водитель заниматься машиной – чисто мужское занятие, уже исчез. По крайней мере, в нашем городе. Женщина никогда не сталкивалась с предвзятым отношением к себе на работе. Мужчины-пассажиры совершенно адекватно реагируют на то, что за ними приезжает женщина. Никакой разницы нет. С мужчинами и коллегами отношения дружеские. Проблем тоже нет. Елена говорит, что полностью довольна своей работой и в ближайшее время менять ее не собирается. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова